В Северной Осетии в этом году направят больше 192 миллионов рублей на поддержку малоймущих граждан, которые могут заключить социальные контракты с государством. Об этом сообщила министр труда и социальной защиты населения республики Алина Айдарова. Благодаря мере поддержки уже около 5000 граждан смогли трудоустроиться по найму, заняться индивидуальной предпринимательской деятельностью, завести личное подсобное хозяйство. Тему продолжит Лидия Цахилова. Это ограничительная линейка. Ты её выставляешь под ширину изделия. Брусовочный станок Диана Мициева и Феликс Рамонов купили месяц назад. У супругов небольшое производство. Уже год создают женские сумки из натуральной кожи. Давно были связаны с швейным делом. У нас небольшое семейное производство в виде ателье. Мы начали интересоваться именно кожей. Начали работать сперва вручную. Все изделия мы изготавливали вручную. Они прошивались вручную. Но получались изделия очень дорогие по себестоимости, по трудозатратности. На изготовление одной сумки раньше уходило до трёх недель. Теперь же процесс сократили до одной. Кроме брусовочного станка здесь ещё две машинки и пресс. Прямострочная швейная машинка. Она предназначена для прямых деталей, прошивания, например, более длинных деталей. Можно ремни прошивать. Тут у нас находится также и рукавная машинка. Она уже для более сложных деталей, более труднодоступные места прошивать. И также у нас здесь находится пресс, который горячее тиснение. И мы ставим наш логотип на готовые изделия. Специальное оборудование приобрели благодаря социальному контракту. Зимой подали заявку в комплексный центр социального обслуживания населения и успешно прошли отбор. Диана признаётся, для небольшого семейного дела это серьёзное подспорье. Четыре станка, скажем так, они очень дорогие. Мы бы сами смогли, но не скоро, наверное, их закупить. Поэтому нам очень помог этот контракт. Получили весной этого года 250 тысяч на приобретение оборудования. Это позволяет нам, например, нанять новых сотрудников, расширить штат и уже выпускать изделия партиями. Это уже по стоимости, естественно, будет ниже и больше людей смогут купить наши изделия. Температура в этой жаровне доходит до 100 градусов. Семена необходимо просушить. После они попадают в мельницу. В цеху Георгий Туаев производит сыродавленные масла. А теперь ещё и полезное блюдо – урбеч. Это полноценный суперфуд. Он подходит как для детей, так и для старшего, взрослого поколения. Вообще подходит практически для всех. Высококалорийный. Также его употребляют спортсмены. Для этого два месяца назад приобрёл жаровню и мельницу, которую специально везли из Дагестана. Благодаря ей семена и орехи превращаются в пасту. Основные элементы этой мельницы – это, конечно же, камень. Камень – это песчаник. То есть из горных пород его добывали. В течение полугода его для нас готовили. Верхний камень получается снимающийся. То есть на обслуживании мы его снимаем, осуществляем некоторую починку тех или иных элементов. Но за два месяца, пока у нас есть, основных каких-то грубых работ на ней не проводилось. То есть она нас не подводила. Ну и также, можно сказать, вот за такой маленький элемент, как вот эта палочка, так называемая, она контролирует подачу сырья. Георгий тоже заключил социальный контракт с государством. На расширение производства получил 250 тысяч рублей. Весной закупил оборудование и сырье – семена кедра, из которого производят натуральное масло. Это кедр очищенный, выше сорт. Мы непосредственно закупаем его у производителя, и цена на него – одна из самых дорогих на сырье из кедра. Такие меры социальной поддержки оказывают благодаря программе «Борьба с бедностью». Направлений несколько. Это ИП – ведение личного подсобного хозяйства, поиск работы. Помощь уже получили 992 человека. Всего в этом году заключат 1550 социальных контрактов. Лидия Цехилова, Хеток Гопоев, Игорь Войцеховский, Бимбола Дзуцев. Специально для программы «В итоге». Продолжение следует...